Ты начинаешь показывать Библию, сразу падают в обморок. Блудливые и трусливые. Нет, нет, стоп. А давайте выкиньте вот это вот мракобесие, которое... Это мракобесие. 2 миллиарда 200 миллионов живут и 2000 лет. А вы показываете, сейчас материться начнете, бесовщину эту. Вы просчитаете, вот сейчас есть ролик такой, называется «Интерью с дьяволом». «Интерью с дьяволом». 12 минут. Зарядите, просто так называется, и увидите, что дьявол от вас хочет взять. Душу бессмертную. Хорошо, хорошо. А что хочет взять от вашего иудейского бога, скажите мне? Иудейский бог. Он не иудейский. Он вечный от создания мира. Нет, он иудейский. А вы русский человек? Я русский человек, самый натуральный. И верите в какого бога? Верим в бога, который создал мир и всю вселенную. Какого? Какой бог? Иудейский, правильно? Не иудейский. А откуда он родился? Да не откуда. Он вечный бог. Откуда иудейский? Нет, в смысле? Вы верите в Иисуса Христа? Обязательно. Так, а он кто? Вот Иисуса Христа по плоти. Бога вочеловечившегося. Бога человек. Он кто, Иисус Христос? Кто? По человеческому паспорту, о втором лице Троицы, когда Бога вочеловечившегося. Он еврей. Так, вы верите в еврейский бог? Да, потому что исполнились пророчества данные этому народу. Вы прокляли свой русский род. Да. Великое преимущество быть евреем во всех отношениях. А наипащий в том, что им верено слово Божие. Так апостол Павел пишет. Вот поэтому русский род весь проклят. Потому что вы верите в это говно. Вы не знаете, что это единственная книга, которая открывает человеку будущее, до последнего дня мировой истории. А вы раб Божий? Все рабы. Вы только язычники рабы греха и думаете, а вы не рабы. Научились трафарет этот мысолить. Блудники. Хорошо быть рабом, да? Блудники. Ругаете все время. Стоп, стоп, стоп. Рабом хорошо быть? Рабом. Если ты там находишься, где надо у хозяина. Так всегда было. Называется рабочий. Раб, отчий. Кто отец, главное? У нас что слово рабочий не под запретом еще? Слово-то раб. Коренное слово. Хорошо. То есть вы будете рабой. Ну, хорошо. Ну, как это? Как рабом? Все рабы. Все рабы. Рабы земного тяготения. Рабы порядки, конституции. А вам, к сожалению, видно, что вы раб. К сожалению. Вы меня мою историю не знаете. А поэтому и говорите так. Такая история. Что такое тор? А вот я вам объясню. Так. Я. Лапкин Игнатий Тихонович. Израильская тория. Вы не можете слушать. Вам неинтересно разговор этот, да? Я просто хочу... Да нет, это не просто. Это сатана. Сатана мутит вас. А вы бы сказали, желаю услышать. Ваша... Сатана, скажите. Скажите, есть сатана? Я сейчас сказал, вы запомните. Есть ролик, называется «Интерюзь с дьяволом». Нет, нет, нет. Простите, простите. Есть сатана? Скажите. Сатана есть? Вам отвечаю, чтобы было понятно. Мастер и Маргарита, когда Валан сидит с березом и говорит, Бог есть, нету. А сатана, он говорит, нету. Нету ни сатаны, ни бога. Я спрашиваю вас еще раз. Сатана есть? Иначе бы мы не молились, избавив нас от лукавого. То есть вы верите в сатану? Не верю в сатану. Я знаю, что он есть, падший с неба ангел. Херувим. Стоп, а я... Вот смотрите, я язычник. Я не верю в сатану. Я его нет. Потому что он ослепил вас. Вы ему слушаете, а он говорит, да какая ваша самая большая заслуга? Он говорит, я сумел доказать, что меня нету. Дьявол. А вы почему-то верите в него. Я не верю, верю. Как это верю? Я верю в Бога. В Бога верю? Да. В еврейского Бога верите и в сатанов. Нет еврейского Бога. Я пятый раз вам говорю. Вы зациклились на этой сатанинской лжи. Бог вечный и безначальный. Вы сатанист. Вы сатанист. Ну пошел. То есть вы никогда не ходили на исповедь, никогда не молились. Жизнь хуже животного прожили. Животное и то вопьет к Богу. Животное. Вы животное, к сожалению. Нет. Вот это смотрите. Я вам сейчас покажу. Люди знают, что здесь написано. Готовы умереть за эту книгу. Два миллиарда. Два миллиарда. Вот в это верят. Два миллиарда двести миллионов. Две тысячи лет. И все сказанное сбывается день за днем. Я пришел не в детском возрасте к этой книге. Я в 23 года после армии. И в один день меня она изменила полностью. И мне за это пришлось заплатить пяти тюрьмами и лагерем. И 26 лет гонений. Вот оно в чем дело. Вы еще и зэк. Все понятно. Но зачем ты не веришь? Сколько людей покаялось. Преступники. Когда я молился Иисусу Христу. К шестой ходкой ходили. Паханы какие были. Воры в законе каяли. Встали на истинный путь. А вы начинаете тут мрак рассеивать. Я знаю таких людей. Они убьют и скажут, что... Ну да, убьют. Вы знаете. А вы зайдите на наш... Вы на мой канал зайдите и увидите, кто я. Мы строим с нуля... Я не люблю рабов. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя лгать. Пить, курить, материться и воровать. Одна на всю страну. Я начальник детского лагеря. 48 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. А вы с сатаной тешитесь. Это раболепие. Раболепие. Вот это раболепие. Я одновременно... Занятие, главное, в пяти университетах, во всех отделах милиции. Три радиопрограммы телевидения. По всему Союзу звучит речь моя. Это раболепие. Конечно. У нас главный лозунг в лагере. Россия должна встать. Россия – это мы. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Россия не убирает из-за таких, как вас, к сожалению. Сатана падает, понимаете. Апостол Павел пишет послание к Кринамам, 16 глава, 20 стих. И сокрушит сатану под ноги ваши. Вы верите в Бога и верите в сатану. Я верю, что воробей есть. Я что, в воробья верю? Я верю, что есть галактика. В галактику верю. Еще в городе, что здоровый мужик. А это уже язычество. А, язычество. Это ваше язычество. Об этом написано при мудрости Соломона. Но если вы познали язычники, как велико творение, то насколько выше Бог, которого они познали. И поэтому вы неизвинительные. А вот это уже хорошие мысли. Это мысль Соломоном сказанная. Книги при мудрости. В этой книге, которую вы отвергаете. Нет, я не отвергаю. Я хочу, чтобы вы... Мысли, мысли. Мне, где пришлось быть, мне Господь позволил написать 38 томов книг и положить на сердце, подарить книги библиотеке мира. Я и в Барнауле. Повторяю. Слушай внимательно. Я из Барнаула. Мы проехали до Владивостока, до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Север и Турция. 650 городов. И во всей библиотеке дали книги. Мои книги видели в библиотеке у Путина. А вы отрицаете то, чего в руках не держали, не читали. А Путин это царь? Понятно. Ну, взрослый человек. Вы же дядька уже. Ну, что говорит. Уже из ума выжили. Мне 81 год. И я чувствую себя как 30-летие. Потому что с Богом. Так, а Путин спасает Россию, скажите мне, пожалуйста. Он на своем месте. Нам дано указание не критиковать, не хаять, а молиться. И мы молимся ежедневно за Дональда. Я говорю, в стране Российской Федерации за перестройку сделано 120 миллионов абортов. Это ваши плоды безбожие. Мои. Да. Ну, вы участник этого. Потому что Бога нет, можно все делать. Бога нет, твори, выдумывай, пробы, как Маяковский говорил. Так. Ну, вы очень запутались в этой жизни. Я запутался. Сейчас пишет не где-то. Доктор какой-то, наук какой. Встречаются, главное, генералы. И судят в интернете обо мне. Более счастливого человека, говорит, никто не встречал. А почему? Да, хорошо. Я говорю, а по каким параметрам определяете счастье? Они говорят, вы делаете то, что любите. Я люблю Россию, и поэтому все делаю для ее восстановления. А патриарх господин Гундяев, как вам нравится? Он не сахарная баба, чтобы нравиться. Это мне указание дано молиться за него. Я молюсь. За Гундяева. Я простой вопрос задаю. В стране, где погибло 120 миллионов младенцев за перестройку, какой правитель у какого региона запретил аборты? Скажите. Какой? Назовите по имени. Вы серьезно считаете, что господин Гундяев это... Я говорю, кто? Я говорю, какой глава администрации, а Гундяев не глава администрации, запретил аборты в законодательном порядке, как уголовное преступление. Кто это? Вы мне не ответили на вопрос. Вы не можете, вы не знаете. Слушайте внимательно. Признание в незнании открывает путь знанию. Это сделал герой Российской Федерации. Ни по бумажке, ни по звездочке, а внутренне такой. Рамзан Ахматович Кадыров. Это герой России? А вы не знали? Попутались на бесовщине на этой. Да, да, да. Кстати, да. Первая его запись. В 14 лет он убил первого русского. Рамзан Кадыров. Да, его запись первая. Я знаю. Вы его не знаете. А у меня от него благодарность на бланке. От Кадырова. И вы верите в это? Я не верю. Я знаю, что это человек хороший. Так он мусульманин. Ну что, что мусульманин. Вот вы их отсталые даже не знаете. Я в Барнауле живу. Мы живем как родные братья. С мусульманами. И когда поездка наша была... Вам похер. Мы в поездке проехали 120 тысяч километров. И в Баку ночевали в доме у Муллы. И молились, сходили никуда-то в мечеть. А потом пошли в православный храм. Вы отсталый человек. Совершенно заблудший. А вы любите, короче, Аллаха? О, еще бы. Еще бы. Вы бы увидели, когда мы были у храма Христа Спасителя, как мы молились со всех сторон, просили мира стране. А когда были мы, допустим, в Турции, как комната для намаза открыли нам. Можно еще молиться Будде. Будде. Давайте молитесь. Знаете что? У нас порядок такой. Псалом 118, 164 стих. Три тысячи лет назад Давид сказал, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. И мы молим Бога семь раз в день, три святоя и сто поклонов. Итого утренний, вечерний, 900 поклонов каждый день. Тогда бы из вас эта дурь сползла. Прошу прощения, но вы сумасшедший человек. Правильно, правильно. Мы со своего ума сошли. Небеса вам все-таки помогли. Да вы не знаете даже. Знаете, когда я обратился к Богу, я учился в это время не где-то, на море работаю, сила. Учусь в высшем мореходном училище, добиваюсь три курса за год, по выбору комиссии, на одном из иностранных языков. Вы боитесь, как огня, показывать эти пальцы. Кайся давай, слушай внимательно. Господь послал нас возвестить миру, что ждет в этой рулетке. Попятились, как будто бесноватые демоны. Я для вас пришел, время трачу. Иисус умер за грехи людей, и воскрес, и зовет к покаянию, чтобы начать новой жизнью жить во Христе. И вы, здоровый человек, не раздетый, не валяетесь, не пьяный. Господь послал вас нам навстречу. Вот так. Если эта женщина вам родная жена, родная, то есть вы венчались, она законная, береги ее, не умри, и умри за нее. А если она чужая, отпусти ее с миром, и покайся в блуде. Вот как Библия учит нас. А тебе можно ее отпустить? Можно. Задавайте вопрос. Она мне чужая. Вам ее можно отпустить? А зачем мне отпустить-то? Мне зачем отпускать ее? Не надо. У нас такие... Она хочет испугать все свои грехи. Не ругайся. Она может пойти в православный храм и сходить на исповедь к священнику, купить Евангелие, там совсем дешево, считать молитвослов, молиться, трудиться для Бога. Труситься для Бога. Это не мое. Я вам показываю книгу, которой уже 3600 лет от начала ее. Это не моя выдумка. Уже миллиарды людей прошли по ней жизнь. Я сейчас тебе тоже могу книгу показать. Не можете показать. Я вам покажу. Я вам покажу. Вот в это верят 2 миллиарда. А вот в это верят... Кого? В это верят 2 миллиарда 200 миллионов. Люблетов? Так, покажите книгу, покажите. Сейчас покажу. Давай. У нас женщины. Все ходят два платка, как в хиджабе. Так, я не могу... Ну и что это такое? Я не видел такой книги. Назовите, как она называется. Не видел. Вот, читай. Как она начинает. Я не вижу. Там еще написано. Сейчас я хочу ради тебя ее открою. Ну, откройте, пожалуйста. А, так вы не сами не открывали. Да возьми нож, если возьмите. Еще же зубами. Я тоже православный. Открою эту книгу, доказать вам, что вы не правы. Ну, давайте. О чем она, эта книга? Коротко скажите. А я вам отвечу, что за меня за книга. О чем она в жизни? В человеке, который любил одну свою семью. О, ну-ка давай. Который всю жизнь отдал своей семье. Любил свой народ. Ну, здорово. Это приятно слышать. Я... Я... Вы пока открывайте, я скажу. За время перестройки в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. И у нас в стране есть глава администрации один, который запретил аборты под уголовное преступление. Кто это? Какой глава администрации? А? Путин. Конечно, нет. Рамзан Ахматович Кадыров. Ну, я не пойму, что это... Тысяча... Семь тысяч семьдесят семь и... Я неправильно прочитал? Там цифры как... Что за название-то? Просчитайте сами-то, скажите. Вы и сами-то не можете прочитать. Это про великого человека, которого зовут Франческо Тотти. А вы вот так вот поверните ее боком. На корешке там что-то написано, я прочитаю. Боком. Вот так поверните ко мне. Ко мне поверните. Боком поверните, чтобы... Франческо Тотти. Нет, я не читал. Ну, значит, хорошая книга. Это автобиография про очень великого человека, который очень многое сделал для народа. Ну, он кто был? Он был... Как папа римский в Италии. Кардинал, да? Да. Да. Ну, может, я его и слышал, но у меня столько литературы религиозной. Ваши мать, это человек. Это вот для меня прям как Библия. Я постоянно читаю там очень такие вещи. А как считаете, когда только что распечатали? Как вы могли считать ее? Ух ты, читал. Это у меня как коллекционная была. А, ну, понятно. Ну, что же. Хорошая книга всегда полезна. Приобретение знания... Очень-очень хорошая книга. Очень люблю, очень. Я всегда ее читаю. Отлично. Мы свидетельствуем о Христе Иисусе, что Он был распят за грехи наши и воскрес в третий день. В этом весь смысл жизни. Жить для Бога. Вот мы строим православную деревню с нуля. Деревню православную. А сейчас как это? Алкоголь? Как? Алкоголь можно выпить? Знаете, вот алкоголь. Вот мы православные, разрешается там вино в определенные дни, но мы в рот не берем, потому что без нас пьяных хватает. У нас никто... Вино, вино, свое вино. Мы в рот не берем ничего этого. Уплое, а свое вино. Итак, не потому что грех, повторяю. Вино не грех, если в меру. А потому что мы здоровы. Вот у меня 81-й год, а я еще одной таблетки не съел. А у меня такая жизнь прошла, что другого бы, говорят, не перейти никогда. За слово Божие, за слово Божие, власть нас гнобила. Мне пришлось в прошлые 80-е годы 50 книг насчитать аудио, создать тон-студию и на магнитопонах распространить. И среди прочих книг, Библия, Златоуста, я насчитал и распространил первую в стране архипелагу Лаг Солженицына, брал интервью репрессированных и стихотворение про Ленина. И меня запрятали. Я прошел пять тюрем и лагерь. 26 лет преследования за слово Божие. И сохранить... А вы сейчас где прячете? Я нигде, открыто все, у меня здесь ничего не прячется. Я одновременно вел занятия вот совсем недавно в пяти университетах, тринадцати школах, в семи отделах милиции, воинских шестях, заводах и фабриках Алтайского края. И три радиопрограммы. На этом сайте вы для чего сидите? А? На этом сайте для чего сидите? А вот какое дело. Здесь этот сайт, а вы знаете, не сайт, а это, ну скажем так, ресурс. Его кто сотворил, создал, вы знаете? Диава. Мальчишка. Андрей Терновский, ему было 15 лет. И он говорит, у меня одни двойки, говорит, экзамены сдавать, а я, говорит, знаю, не сдам. И стал думать, и придумал, вот это дал. Всех блудников собрал сюда. Тут половина мужиков голая. Процентов 90 мусульмане. Самое блудливое и трусливое здесь гниет. Но я нахожусь уже шестой месяц. Господь говорит, идите и проповедуйте Евангелие. И мы, как врачи, пришли в это место. И у меня уже нашлось, это 650 человек, которые нормально, желают слышать. Зашли на наши ресурсы. У меня видеоканал есть, канал есть здесь. В нем 20 тысяч и 500 роликов наших только. Как у нас была миссионерская поездка. Вот у меня 38 томов вышло из печати. И Бог положил на сердце подарить библиотеке мира. И мы проехали из Барнаула, я здесь нахожусь, до Владивостока, до Лиссабона. Миссионерская поездка.